Есть ряд колледжей, в которых средний балл аттестата при поступлении в эти колледжи в этом году был 10. Вот эти стереотипы, когда говорили, что каждый хочет стать айтишником, либо программистом, а в профессию архитектора, либо в профессию педагога, мало кто идет, эти стереотипы поломаны. Уже с этого учебного года каждый региональный университет проведет свою внутриуниверситетскую олимпиаду. И уже в феврале месяце они зачислят 11-классников в свой университет. То есть они еще не сдадут выпускные экзамены, а будут студентами наших региональных вузов. Именно такую преференцию получают не столичные вузы. А централизованное тестирование, в принципе? Мы будем отрабатывать абсолютно все точки зрения и абсолютно все варианты. Начиная от возвращения в прошлое, как это было, как вы говорите, устный экзамен, либо возвращения в виде письменного экзамена, не просто в виде диктанта, либо изложения, возможно, в виде сочинения. Такую итоговую форму контрольной работы проводить. И в том числе совмещенные формы. И Министерство образования государства полностью открыто для частной формы образования. Но надо честно себе сказать, а насколько сегодня частный сектор готов к этому? Приостановка членства нашей страны в баллонском процессе на нас не повлияла никак вообще. По ряду вузов у нас контингент иностранных студентов составляет 20 и более процентов. И я говорю так, мы не должны допустить геноцид белорусского студента. Я хотел бы развеять миф, что университетам очень выгодно сегодня принимать так называемых платников белорусских граждан на обучение. Сегодня разнообразие выбора элементов школьной формы просто огромная масса. Это сотни, сотни и сотни моделей, не говоря уже про цветовые гаммы. Школа – это храм учебы. И там есть порядок. А порядок и правила должны выполняться всеми. Сегодня мы очень хотим, чтобы родители как можно чаще приходили в школу. А сегодня у нас парадигма. Не образование на всю жизнь, а образование через всю жизнь. Каждый учитель является не просто учителем, предметником, либо учителем начальных классов. Это в первую очередь тот человек, наставник, который является проводником любви к родине. Вот этого самого патриотизма. Сын министра образования абсолютно ничем не отличается от других школьников, других первоклассников. С Нового года Беларусь живет с обновленным кодексом об образовании. Там, конечно, очень много всего. Снятое ограничение по возрасту для самых маленьких в школу. Если раньше было с шести и выше, то сейчас при особых условиях можно и раньше. Это хорошо, плохо, на ваш взгляд? Я хотел бы в первую очередь отметить то, что больших серьезных изменений, в общем-то, с точки зрения возраста, при котором в первый класс могут взять ребенка, не претерпело. Почему? Потому что на самом деле по решению педагогического совета, и безусловно при наличии медицинской справки, да, теперь можно взять ребенка в возрасте, когда ему еще нету шести лет, но до 31 декабря текущего года. Но это скорее исключение. И я думаю, что жизнь покажет, что вряд ли кто-то будет пользоваться такой возможностью, лишь только по одной простой причине, что ребенок должен быть готов и физически, и психологически для того, чтобы прийти в первый класс. Мое глубокое убеждение, что раньше шести лет приходить в первый класс не стоит, а лучший, оптимальный возраст — это семь лет. Полных. Полных. Без решения педагогического совета, одного желания родителей, недостаточно. Вот и все. Поэтому там опытные и педагоги, и психологи, и медики будут проводить, в общем-то, анализ, насколько сегодня этот ребенок, который находится еще в таком раннем возрасте, готов. Я думаю, что эта система будет работать сугубо в исключительных случаях. Если говорить о гимназиях, нужно иметь какой-то балл, чтобы иметь возможность дальше продолжать уже в гимназиях? Конечно. Тема поступления в гимназии, она достаточно насущна для нашего общества. Потому что, безусловно, мы понимаем, что той системы, которая была раньше, а это сдача соответствующего вступительного экзамена в гимназию, она, наверное, не является оптимальной. Лишь только потому, что это очень серьезный стресс для ребенка. Поэтому сегодня мы идем по пути, когда сняты ограничения, и ребенок по месту жительства может приходить в гимназию, начиная с первого класса. Если этот ребенок учится до девятого класса в этой гимназии, то в десятый класс он переходит просто автоматически по заявлению родителей. Если в десятый класс хочет перейти ребенок со школы, с соседней, например, школы, в гимназию, то здесь уже необходим конкурс аттестатов. Никакого экзамена. То есть, если он по месту прописки, что называется, то ничего вообще не надо, только желание. Никаких ограничений нет. Желание и наличие мест. Потому что тоже не всегда получается так, что по месту жительства есть необходимое количество мест, поэтому распределяют в другую, близлежащую школу, не обязательно гимназию. Если ребенок хочет прийти в гимназию, учиться в десятый класс, но не по месту жительства, то здесь, конечно, директор вправе смотреть средний балл аттестата. И в этой связи у нас действует правило, что если средний балл аттестата ниже, чем 7, то уже возможности поступить в гимназию нет. Ну и, соответственно, те профильные предметы, которые будут изучаться на углубленном уровне, по ним тоже оценка должна быть не ниже 7 баллов. Хотел бы отметить то, что это точно такие же требования, которые предъявляются сегодня при поступлении в класс профильной направленности. Более того, с 1 сентября мы возвращаем в наши школы допрофильную подготовку на уровне 8-9 класса. А вот что это такое? Допрофильная подготовка — это фактически, когда ребенок уже на уровне 8-9 класса видит, какие предметы он хочет изучать на более серьезном уровне, какую в последующем профессию он выберет, какое учреждение образования он выберет для поступления. Причем это может быть уровень среднеспециального образования, что очень важно, потому что серьезная подготовка по целому ряду предметов, учебных предметов на уровне второй ступени средней школы является очень важным для того, чтобы осознанно выбрать ту рабочую профессию, которую он может получить на уровне либо профессионально-технического, либо среднеспециального образования. Поэтому, конечно, мы здесь говорим о том, что количество профилей, предметов профильных может быть достаточно большое количество. Мы не ограничиваем. Это может быть и один предмет профильный, и два, и три, и четыре, и даже пять. Это решает школу? Это как раз-таки тот стык вот этих трех дисциплин, которые, может быть, до этого выглядели не очень удачно сочетаемыми. Сегодня это дань времени, дань необходимости получения такой профессии. Но к моменту поступления уже в 10 класс, ребенок, который прошел обучение в предпрофильном классе, он уже осознанно выберет свой путь. Либо он будет поступать в учреждение образования профтех, среднеспециального, либо он пойдет в 10-11 класс по какому-то конкретному профилю для того, чтобы потом осознанно выбрать ту специальность в УЗИ, по которой он хочет получить образование. Обязательное среднее образование. Многие путают. Что это? Это 9 классов или это 11? Ну, хотел бы сразу же оставить все точки над И и над какими-то, может быть, домыслами, либо не совсем корректными толкованиями. У нас сегодня общее среднее образование можно получить как в школе, это на уровне 10-11 класса, так и в учреждении образования профессионально-техническом, либо среднеспециальном. То есть, общее среднее образование — это программа 11 классов, но которая получается либо в базовой школе, либо при получении этого образования на уровне профтех, среднеспециального. Это абсолютно не значит, хочу подчеркнуть, что каждый выпускник 9 класса обязан идти в 10 класс. Абсолютно нет. Сегодня мы проводим целенаправленную работу для того, чтобы существующую пропорцию, а у нас порядка 35-40% только уходит на уровень профтех среднеспециального образования после 9 классов, а порядка 60% продолжает учебу в 10-11 классе. Мы сегодня целенаправленно работаем над тем, чтобы эту пропорцию сместить примерно 50 на 50. Половина учащихся выпускников 9 классов выбирала профессионально-техническое, либо среднеспециальный уровень образования, а 50% шли уже в 10-11 класс для того, чтобы поступать потом в первую очередь в учреждение высшего образования. Хотя и для них будет возможность после 11 классов поступить как на уровень ПТО, ССО, так и на уровень высшего образования. А чем вы объясните такое стремление к этой пропорции 50 на 50? Это запрос экономики? Здесь две составляющих. Первая – это уровень высшего образования во всем мире и в Беларуси очень серьезно растет. И мы понимаем, что те требования, которые предъявляются к выпускникам, к абитуриентам, которые хотят получить высшее образование, они постоянно возрастают. Объективно, надо сказать честно, если в эту приемную кампанию у нас было примерно 52 тысячи выпускников 11 классов, то бюджетных и платных мест в учреждениях высшего образования было на 1200 больше, 53 тысячи 200. Давайте себе ответим на вопрос, насколько это правильно. Я просто уверен, что это не совсем правильно. То есть мест в вузах больше, чем потенциальных даже? Мест вуза было больше, чем выпускников 11 классов. Но здесь надо ради справедливости сказать, безусловно, на места в вузе, конечно, претендовали и те выпускники прошлых лет, и безусловно, те ребята, которые закончили либо профтех, либо средне-специальное учреждение образования, и хотят получить высшее образование после средне-специального образования, это абсолютно нормально. Но вместе с тем мы понимаем, что высшее образование – это очень высокая планка. Поэтому, конечно, мы здесь работаем именно в направлении том, чтобы приходил мотивированный, подготовленный абитуриент, из которого получится настоящий профессионал, настоящий специалист. Потому что ни для кого не секрет, если сегодня мы возьмем абитуриента-троечника в университет, получить из него отличника, вряд ли получится. Хорошисто? Возможно. Профессионально-техническое образование сокращается, наоборот, время подготовки. На базе уже с 11 класса, что называется, да? Там с примерно двух лет до... Полутора одного. Да. С чем это связано? Хотя это при том, что очень многие работодатели, в всяком случае, говорят, что сегодня рабочая профессия уже совсем не та рабочая профессия, чем 10-15 даже лет назад. Это сегодня рабочая профессия требует навыков очень многих и от ИТР. Конечно. Я про технические. Я хотел бы отметить то, что сегодня уровень подготовки рабочих специалистов, он очень высокий. У нас есть ряд колледжей, в которых средний балл аттестата при поступлении в эти колледжи в этом году был 10. Для того, чтобы поступить в колледж, средний балл аттестата у ребенка после 9 классов должен быть 10. То есть все десятки? Да, а полупроходной балл 9,9. Это куда так, извините? Это в колледж микроэлектроники при нашем Белорусском государственном университете информатики, радиоэлектроники. И мы видим то, что на эти специальности уровень подготовки абитурентов возрастает очень серьезно. Это круглые отличники. Поэтому вот это может быть где-то стереотип, который бытует в обществе, что в колледже идут люди, которые, ну, может быть, чуть ниже уровень знаний, чем те, которые идут в университете. Он просто несостоятельный сегодня. Потому что по целому ряду направлений, по целому ряду специальностей это очень крепкие, подготовленные абитуриенты, которые хотят получить серьезное образование. Что касается сокращения сроков, конечно, это веление времени, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня готовить специалистов для рынка труда на уровне профессионально-технического образования на базе 11 классов 2 года, это во многом большая роскошь. Это не значит, что мы снижаем качество подготовки. Нет, здесь хотел бы отметить, что все учебные программы, абсолютно все учебные программы для уровня профтех, средне-специального, высшего образования, они составляются с обязательным участием представителей всех министерств и ведомств, которые потом набирают к себе этих специалистов. То есть мы работаем с заказчиками кадров. И заказчик кадров напрямую говорит, мы хотим, чтобы в эту рабочую профессию были вложены раз, два, три, четыре, пять. Вот эти компетенции, какие навыки, раз, два, три, четыре, пять. И мы полностью делаем и образовательный стандарт, и учебную программу с требованием заказчиков кадров. Но что поменялось, сегодня фактически уже после трех-четырех месяцев учебы, тех ребят, которые после девяти классов приходят в профтех, они выходят уже на практику, на учебную. Они работают на тех предприятиях, на тех рабочих местах, на которых их ждут буквально через два с половиной года. Поэтому практика ориентированность, она очень серьезно повлияла на сроки подготовки специалистов по рабочим специальностям. Ну, такой парень, наверное, будет ему проще потом и высшее образование получать такому выпускнику, который ручками попробовал. Сегодня мы проводим тоже целенаправленную работу, чтобы на заочную форму обучения, учреждения высшего образования, шли люди, либо имеющие уже высшее образование, например, хотят получить второе высшее образование. Да, мы говорим, тогда в заочной форме это нормальная форма получения образования, либо это люди, которые имеют средне-специальное образование, работают, и работодатель их направляет для заочной формы обучения, получения высшего образования. Это абсолютно нормально, потому что давайте честно и трезво ответим. Может ли сегодня выпускник 11 классов, который не имеет ни навыков, ни профессии, никакой, в заочной форме получить качественное высшее образование? Если заочное образование, то человек должен быть подготовлен, человек должен быть с хорошим фундаментом. Если очная форма обучения, да, пожалуйста, тогда это должен быть соответствующий выпускник 11 класса, соответствующим уровнем знания. Ну, вы меня удивили, что вот в некоторых колледжах, оказывается, средний балл 10, не знал. Прошла кампания, известные баллы проходные. Что можете сказать, каковы тенденции, какие самые популярные, наверное, тоже все-таки что-то сойти связанное? Или все-таки крен какой-то из другой стороны? Вы знаете, крен уже сместился. Сегодня мы смотрим то, что целый ряд направлений инженерно-технических специальностей, которые не связаны напрямую с IT, имеют очень высокий конкурс. Это продемонстрировал наш Белорусский национально-технический университет. Это продемонстрировали сегодня в топ-10 самых высоких баллов вошел Белорусский государственный педагогический университет. То есть, вот эти стереотипы, когда говорили, что каждый хочет стать айтишником, либо программистом, а в профессию архитектора, либо в профессию педагога мало кто идет, эти стереотипы поломаны. Абсолютно. И я хотел бы отметить то, что первая положительная тенденция, результат этой приемной кампании во всех вузах, на все специальности повысился проходной балл. Для нас это хороший сигнал. Это говорит о том, что сегодня действительно мы берем значительно более подготовленных абитуриентов. Второй, то, что на педагогические специальности появился конкурс. Это очень хорошо. Не только выросли средние баллы, но у нас имеется конкурс. И, например, в наш ведущий педагогический вуз фактически мы набрали из 850 бюджетных мест 170 выпускников педагогических классов и 150 медалистов. То есть, практически 40% набора это либо медалисты-отличники, либо те ребята высокомотивированные, которые прошли обучение в педагогических классах. А если к ним прибавить еще 25% ребят, которые пришли по целевому набору, то мы видим, что, в общем-то, 2 трети мест заполнено сугубо теми людьми, которые говорят ясно и открыто, мы хотим стать учителями. Но я уверен, что и те оставшиеся 30% точно такие же мотивированные. Почему? Потому что балл очень высокий. Сегодня ребята приходят в профессию педагога, и мы видим то, что на учителя физика 40% это уже ребята поступили в педагогический университет. И эта тенденция нас очень-очень радует. Что, на Ваш взгляд, изменилось в обществе? Ну, это же изменения серьезные. Если, допустим, еще 5 лет назад все родители, во всяком случае, так точно говорили, учи математику, учи физику обязательно, потому что ты должен быть там, где-то в айтишниках. Там 10-15 лет назад говорили, ты должен обязательно быть юристом, потому что надо быть юристом. Педагогика становится востребованной. И это правильно. Это правильно, но что-то, значит, поменялось в нас? Ну, я думаю, что здесь две таких основных составляющих, потому что, с одной стороны, общество трансформируется. Мы видим то, что сегодня профессия учителя-педагога, она значительно имеет более высокий статус, чем ранее. Потому что на уровне главы государства, на уровне правительства, не только системе образования, но и учителю-педагогу уделяется огромное внимание. И в этой связи, конечно, общество это не может не замечать. С другой стороны, мы ведем очень серьезную профориентационную работу. И это не просто работа в виде какой-то агитации за то, что учителем быть хорошо. Нет. С 2015 года у нас по всей стране созданы и работают педагогические классы. Это классы углубленного изучения педагогики, безусловно, на уровне 10-11 класса. И учащихся этих классов у нас более 5000-5200 было в прошлом учебном году. Каждый третий выпускник педкласса поступил в педагогический вуз. Это говорит о том, что это сработало очень серьезно. Более того, сегодня мы принимаем дорожную карту развития вот этих движений педагогических классов. Для чего? Мы хотим, чтобы те ребята, которые учатся в педклассах в регионах, поступали в региональные педагогические университеты, либо на педспециальности. Совсем не обязательно сегодня ехать в Минск для того, чтобы получить качественно хорошее образование. Потому что мы прекрасно даем отчет. Если ребенок родился в регионе, закончил там школу, поступил в региональный вуз, он останется работать в регионе. Если с малого населенного пункта ребенок приехал учиться в столичный вуз, вероятность возвращения очень-очень низкая. А в этой связи мы говорим, и глава государства не раз подчеркнул, сильные регионы, сильная Беларусь. Поэтому мы очень серьезно поддерживаем сегодня региональные вузы. И в этом направлении уже с этого учебного года каждый региональный университет проведет свою внутриуниверситетскую олимпиаду. И уже в феврале месяце они зачислят 11-классников в свой университет. То есть они еще не сдадут выпускные экзамены, а будут студентами наших региональных вузов. Именно такую преференцию получают не столичные вузы. Именно региональные вузы. И мы полагаем, что это получит очень хороший отклик не только системы образования, но и социально-экономическое развитие регионов. Потому что мы сохраним молодежь в этих малых населенных пунктах, для того, чтобы они остались там жить и работать. Вот эта вот цель, что средняя зарплата учителя должна быть на 6% больше, выше средней по стране. Это пока еще цель? Сегодня на дворе стоит 2022 год. Цель 106% от средней заработной платы по республике она прописана в программе действия правительства Республики Беларусь. И сегодня я хотел бы сказать, что по итогам первого полугодия заработная плата... К 25-му году. Да, к 25-му году. Сегодня средняя заработная плата учителя за первый полугодие составила 1400 рублей. Чуть больше, 1407. Это составляет 89,6%. Практически 90% от средней по региону. Еще в прошлом году эта цифра была на уровне 78%. То есть мы к этой цели достаточно планомерно идем. И те меры, которые предпринимаются сегодня, это надбавка из-за классного руководства, которое с 1 января текущего года в виде надря наших классных руководителей очень серьезно сработало. И я уверен, что мы должны закономерно прийти в 2025 году к этой цифре. Совмещение ЦТ и экзаменов в школе, так называемые единый экзамен, не по всем предметам, но все-таки, я представляю, насколько это уменьшило уровень стресса, ну как минимум, а может быть наоборот увеличило. Так было две возможности, а так одна осталась для выпускников. Ну, действительно, возможность такого интегрированного, с одной стороны, выпускного экзамена со средней школы, а с другой стороны, вступительного экзамена университета, это такая достаточно новая форма для нашей страны. И, конечно, мы к ней шли достаточно долго. Не сразу было принято решение о введении такой формы итоговой аттестации. Но сегодня надо сказать, что как минимум две серьезных задачи мы этим самым решаем. Первое, конечно, снижаем нагрузку на выпускника. Мы понимаем, если сегодня выпускник сдает итоговый экзамен, годовой экзамен за курс общесредней школы, то зачем ему потом еще второй раз идти сдавать централизованное тестирование для поступления в ВУЗ? Ведь это один и тот же предмет. И для чего с разрывом в две недели дважды подвергать стрессу? Так вот, совмещение итоговой аттестации в школе и одного из вступительных экзаменов в ВУЗ, конечно, это существенное облегчение нагрузки на наших выпускников. С другой стороны, ну, давайте честно скажем, это очень мощная мотивация для учителей. Каждый учитель будет понимать, что не та итоговая оценка, которая была выставлена годовая, а абсолютно объективная в виде среднеарифметической, годовой и централизованного экзамена пойдет в аттестат зрелости выпускника. И учитель будет серьезным образом мотивирован для того, чтобы объективно дать необходимый уровень знаний выпускникам. Нам кажется, что такая серьезная диагностика общесреднего образования всех наших школ страны позволит нам принимать очень серьезные, взвешенные управленческие решения по повышению качества и уровня нашего общесреднего образования. О централизованном тестировании, в принципе. Не так давно вы были у главы государства, но не только вы, да, было совещание, посвященное вопросам развития национальной системы образования. И глава государства особо отметил эту тему. И вы после этого совещания говорили о том, что надо посмотреть на то, как работает эта система. Да, она уже у нас какое-то время, ну, не какое уж приличное время работает. И, возможно, что-то в ней менять. Вариантов, я понимаю, масса. Как можно ее менять? Можно вернуться к старым добрым экзаменам, когда живым, так называемым, когда экзаменатор видит молодого человека. И это тоже важно. В определенных специальных сетях совсем важно. К какому варианту склоняетесь вы лично? Вы знаете, надо выбирать тот вариант, который будет приемлем абсолютно для большинства нашего общества. Это и выпускники, это и родители. Потому что, безусловно, каждая система, она имеет не только плюсы, но и недостатки. И в этой связи централизованное тестирование, оно абсолютно не лишено недостатков. Их достаточно много, и, наверное, много, так сказать, разговоров и в обществе. Есть конкретная, простите, задача к Новому году представить, собственно, варианты. Конечно. Именно для этого в настоящее время мы... Я уверен, вы уже примерно понимаете, какие варианты вы будете прорабатывать. Мы будем прорабатывать абсолютно все варианты. Даже те, которые не лежат на поверхности. Именно для этого мы сегодня будем проводить такой, назовем, социологический срез среди учащихся по всей стране, среди учителей, среди родителей, для того, чтобы увидеть, к чему сегодня готов ученик, учитель, родитель. Потому что мы прекрасно понимаем, что точки зрения этих трех участников образовательного процесса не всегда могут совпадать. То, что хорошо для учителя, может быть, не совсем хорошо для родителей и учеников, и наоборот. Поэтому мы будем отрабатывать абсолютно все точки зрения и абсолютно все варианты, начиная от возвращения в прошлое, как это было, как вы говорите, устный экзамен, либо возвращение в виде письменного экзамена, не просто в виде диктанта, либо изложения, возможно, в виде сочинения, такую итоговую форму контрольной работы проводить. И в том числе совмещенные формы, когда часть знаний проверяется в виде некого независимого теста, а часть знаний в виде такого жилого диалога. Поэтому мы будем отрабатывать абсолютно все варианты. И глава государства как раз-таки и подчеркнул важность этой задачи. Надо не продвигать те предложения, которые сегодня сформулировало Министерство образования, а еще раз от них немножечко отвлечься и посмотреть. Если они объективно сегодня являются наиболее приемлемыми, да, но приводите дополнительную аргументацию. Если они не столь убедительны, тогда давайте рассматривать другие варианты. Поэтому мы будем, конечно, вести эту работу, и мы ее уже начали сегодня, именно в разрезе рассмотрения абсолютно всех возможных вариантов, которые либо раньше были внедрены, либо те, которые мы предлагаем. ЦТ в том виде, в котором есть сейчас, останется? Это будет решено по итогам совещания уголовного государства. Мы будем вносить предложение, которое даст наше общество, в целом вся система образования, и тогда будет дан конкретный ответ. То есть это мы поймем к новому году? Да, но я думаю, это даже раньше будет понятно. Но вместе с тем надо понимать, что те предложения, которые мы вырабатывали, которые мы предварительно имеем, они не на пустом месте. Это те предложения, которые были получены в очень тесной работе не только с педагогическим сообществом, но и с учащимися, и с родителями. И они достаточно серьезно проработаны. Но если есть сомнения или нет очень убедительной аргументации, нам надо искать либо новые варианты, либо аргументацию на те варианты, которые мы предлагали. Появилась целая прослойка, скажем так, как их назвать лучше? Репетиторов? Да, хорошо, репетиторов. Но они открытым текстом говорят, мы готовим конкретно к поступлению, к сдаче ЦТ. То есть задача не дать знания, задача научить, как сдать ЦТ. Ну, знаете, хотел бы немножко развенчать мифы, что вот так вот научить, как сдать ЦТ без знаний, это практически невозможно. Но мы сейчас проводим серьезную работу по изменению структуры ЦТ. Если раньше у нас примерно половина заданий, это были задания с вариантом выборов ответов, и тогда можно было либо где-то угадать, либо где-то вспомнить, условно говоря, посмотрев на варианты ответов. Сегодня мы практически сводим к минимуму вот эту составляющую с возможностью выбора ответа. А это будет обычное контрольное, например, по математике, где необходимо решить задачу, но в клетку ответов вписать конкретный ответ без вариантов. И по большому счету... То есть угадайки уже не получится. Да, по большому счету, так сказать, мы практически полностью уйдем от возможности тех или иных угадываний, либо каких-то случайностей. Поэтому мне кажется, что от слова ЦТ останется лишь только машинная проверка результатов. Только и всего, чтобы исключить человеческий, субъективный фактор при оценивании результата. Все остальное это будет обычная контрольная работа, но с названием тестирование. Ну, уже как назвать, это на самом деле не суть. Суть в том, как процесс будет организован. А как вы относитесь вообще к частному образованию? Ну, частные детские садики, например. Опять же, сегодня есть возможность дошкольное образование получать дома. Ну, если родители могут себе позволить столько времени уделять ребенку, допустим. Но это немножко другое. Давайте поставим точки на «и». Да, хорошо. Вернемся в правовое поле. Давайте. На дому получать дошкольное образование по новой редакции кодексов образования можно только по медицинским показаниям. Если нет медицинских показаний, то дошкольное образование должно получаться в соответствующих учреждениях дошкольного образования. И неважно, может или не может себе родители позволить уделить много или мало времени своему ребенку. Кодекс обновленной редакции кодекса достаточно серьезно и много посвящает этому вопросу времени. Что есть в учреждении образования? Как оно должно отличаться от неучреждения образования? И какая организация никогда не может называться учреждением образования? Ну, например, школой. Надо четко и ясно понимать, что учреждения образования реализуют образовательную программу, строго утвержденную государственным стандартом. На уровне дошкольного образования это точно такая же образовательная программа. Сегодня все педагоги говорят, если мы до 5 лет, 6 максимум, не воспитаем ребенка, потом мы будем заниматься только перевоспитыванием. Детский сад это не просто с платком, извините меня, вытереть рот или нос ребенку и горшок принести. Детский сад это образовательная программа, где мы закладываем функцию коммуникации, социализации, возможности ориентирования ребенка в обществе, в социуме. Это очень серьезный педагогический процесс и в этой связи только те люди, которые имеют соответствующее педагогическое образование и которые реализуют программы образовательные, которые утверждены в министерстве образования, могут называться учреждением дошкольного образования. В этой связи сразу же отвечая на вопрос о частных учреждениях образования, они имеют сегодня абсолютно равные условия с государственными. Но при условии, что в них выдерживаются вот эти стандарты. Безусловно, это самое главное. Новая редакция кодекса об образовании даже позволяет финансировать из республиканского и местного бюджета частные учреждения образования наравне с государственными. Но необходимо выполнить ряд условий. Первое, они должны соответствовать всем необходимым требованиям образовательных стандартов. Это педагогический состав, это наличие образовательных программ, это наличие санитарных условий пребывания детей там. Но, безусловно, социальная направленность. Если мы сегодня говорим, что социальный стандарт на ребенка учреждения дошкольного образования в государственном, в зависимости от городской либо сельской местности, варьируется примерно от 3,5 до 5 тысяч в год на одного ребенка, если частное учреждение образования, выполнив все необходимые требования квалификационные, потом готово вот в этих образовательных стандартах выдержать и финансовый стандарт, и нету возможности обучать наших детей в государственных учреждениях дошкольного образования, они могут эту реализовывать программу и получать финансирование с бюджета. Это говорит о том, что сегодня и Министерство образования государства полностью открыто для частной формы образования. Но надо честно себе сказать, а насколько сегодня частный сектор готов к этому, и я приведу лишь только две цифры, у нас учреждения, например, общесреднего образования частной формы в стране, которые имеют аккредитацию, которую выдает Департамент контроля качества Министерства образования, 13. А реально средних школ в нашей стране, которые зарегистрированы в Едином госреестре, значит, юридических лиц, несколько сотен. Все остальные несколько сотен не пришли в Департамент контроля качества для того, чтобы получить аккредитацию. Лишь только потому, что им не нужен этот сертификат об аккредитации, но сейчас, 1 сентября, он им нужен будет. Почему? Потому что ни документы об образовании они не будут иметь права выдавать, с такого частного учреждения образования. И, соответственно, мы не сможем потом перевести этого ребенка в государственное учреждение. Опять же, это важно понимать, в первую очередь, родителям, потому что они должны понимать, куда они дают своего ребенка, и что по факту, какие документы этот ребенок получит, и будут ли они действительны. Ну, он получит некую бумажку, если учреждение образования не имеет аккредитации, он получит просто некую бумажку, с которой... То есть, родитель должен, в первую очередь, поинтересоваться, а аккредитовано ли. Да. Вот, это самое главное. Да, именно так. Баланская система. На ваш взгляд, вообще, что она нам давала? Благо больше? Вы знаете, когда... Или такого завуалированного вреда? Когда кто-то спрашивает... Я помню эту эпопею, как к ней все стремились почему-то. Никак, честно говоря, не мог понять, а вот что же там такое? Кроме возможности обмена. Ну, и студенту поездить, грубо говоря, по Европе. Да, это классно. Подтянуть язык там где-то в стране тоже классно. А что еще? Надо всем честно сказать, что баланская система, она абсолютно уникальна для каждой страны, участниц баланского процесса. И Республика Беларусь здесь не исключение. И слава богу, что мы сохранили свою систему образования, даже будучи в баланском процессе, которая полностью соответствует национальным интересам. И сегодня приостановка членства нашей страны в баланском процессе на нас не повлияла никак вообще. Потому что наша система выстроена под потребности нашей экономики. Если говорить о возможности так называемой академической мобильности, ну никаких проблем нет. Сегодня все дружесные страны, с которыми мы развиваем наше взаимодействие, они полностью открыты. Пожалуйста. Это страны ближнего зарубежья, в первую очередь страны СНГ, страны дальнего зарубежья. Это Китай, Индия и многие-многие другие. Здесь есть все возможности для академической мобильности. С точки зрения признания наших дипломов, ну так сегодня такой уровень нашего образования в Беларуси, что он признается во всем мире, вне зависимости от того, являемся мы членами баланского процесса или нет. Потому что как бы кто ни кривил душой, каждый европеец понимает, что если к нему приехал Беларус с дипломом в высшем образовании, это высококвалифицированный специалист. Но они же все равно требуют там какое-то подтверждение диплома, там что-то. Знаете, ну сегодня целый ряд стран, даже наших недружных, пошел на то, что он абсолютно не требует никаких подтверждений. Это Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, что еще раз подчеркивает. Ну, голод не терпает. Да, что сколько бы они ни кривили душой, они прекрасно говорят, что да, нам не надо никакой нострификации, мы признаем диплом в высшем образовании Республики Беларусь. Поэтому смею здесь заверить, что абсолютно никак наша система образования не почувствовала эту приостановку. И мне кажется, во многом даже сыграла положительную роль. Более 30 тысяч студентов и иностранцев обучаются сейчас в Беларуси. Для вас это много или мало? Это большая цифра. Почему? Потому что... То есть много или мало в оценке конкурентноспособности, опять же, нашей системы образования на мировом рынке? Мы будем говорить так. Сегодня есть общепризнанные мировые цифры, которые говорят, что система высшего образования является самодостаточной на высоком уровне, если проценты иностранных студентов находятся примерно в диапазоне 7-9% от общего количества студентов. Сегодня у нас в Республике Беларусь 241 тысяча студентов, 32 тысячи иностранных студентов. То есть мы эту цифру в 10% значительно уже превысили. По ряду вузов у нас контингент иностранных студентов составляет 20 и более процентов. И я говорю так. Мы не должны допустить геноцид белорусского студента, если простым языком сказать. Потому что не только привлекательность высшего образования, но и возможность для получения каждому нашему достойному молодому человеку высшего образования в нашей стране, здесь вот эти вот вопросы паритетности, они должны быть соблюдены. И в этой связи, конечно, нашу стратегию развития экспорта образовательных услуг мы развиваем в первую очередь по траектории не первой ступени высшего образования, которая наиболее востребована в нашей стране, нашими абитуриентами, а это магистратура и аспирантура. И сегодня фактически у нас, ну где-то порядка четверти, 25% иностранных граждан, они как раз таки обучаются в магистратуре. Вторая ступень высшего образования. И это абсолютно нормально. И мы эту траекторию будем и дальше развивать. Более того, хотели бы еще существенным образом расширить научно-практическое образование. Это подготовка кандидатов в науке или PHZ по европейским стандартам. И это тоже будет показывать важность и престижность не только нашей системы образования, но и научной сферы, что немаловажно. Это существенная статья дохода для вуза? Хотел бы я разграничить два типа платного образования. Первое – это платное образование для наших белорусских граждан. И здесь я хотел бы развеять миф, что университетам очень выгодно сегодня принимать так называемых платников белорусских граждан на обучение. На самом деле рентабельность платного образования у нас по ряду вузов находится либо отрицательная, то есть минусовая рентабельность, либо близкая к нулю. Но для абсолютно всех вузов она не превышает 10%. Это говорит о том, что платное образование для граждан Республики Беларусь – это социальная гарантия государства. И об этом надо открыто и ясно говорить. Что касается вопросов экспорта образовательных услуг, там совсем другая стоимость, которая в 2-2,5 раза выше на той же специальности, чем для граждан Республики Беларусь. Поэтому, конечно, это хорошая возможность в небюджетной деятельности наших университетов с точки зрения развития материально-технической базы, стимулирования преподавателей, потому что у нас сегодня в стране открыта подготовка более чем по 200 специальностям на английском языке. И понятно, что тот преподаватель, который читает дисциплины на английском языке, должен быть мотивирован, и он должен понимать, если он обучает иностранных граждан, то это должно соответствующим образом вознаграждаться. То есть это хорошая статья заработка? Абсолютно. Экспорт образовательных услуг – это хорошая возможность для вузов не только развить международное сотрудничество, поднять престиж и уровень нашего высшего образования в целом на мировой арене, а это хорошая возможность, конечно, и подспорья финансовая и материальная для наших университетов. К школе, назад к школе, к первому сентября. Школьная форма, не знаю почему, но тема, которая почему-то каждый год вызывает какое-то, не понимаю почему, бурное обсуждение. Ну, казалось бы, все друг другу объяснили, что деловой стиль, светлый верх, сейчас бы не перепутать, темный низ, а вариации уже пожалуйста. Есть школа, есть учителя, есть директора, есть родители, родительские комитеты и так далее, которые все это на месте должны решать и не поднимать вот это вот. Но все равно в школьных пабликах это все вот как-то всегда обсуждается очень чисто, и не только в школьных. Вот хотелось бы, чтобы от вас вот, чтобы четко и понятно все точки нады были расставлены. Школьная форма. Вот почему не надо бояться того, что... Ведь самое главное, вот, ну не знаю, как мне кажется, что такой вот страх, что всех оденут опять эти темно-синие и коричневые костюмы. Сегодня у нас разнообразие. Ну скажите, что так не будет, чтобы все успокоились. Ну во-первых, так нет и так не будет. Сегодня разнообразие выбора элементов школьной формы просто огромная масса. Это сотни, сотни и сотни моделей. Не говоря уже про цветовые гаммы. Это может быть и в клетку, и бордовая, и зеленая, и серая, и зеленая. То есть разнообразие огромное, огромное количество для того, чтобы сегодня каждая школа выбрала и цветовую гамму, и свой элемент нашей школьной формы. Более того, мы говорим о том, что было бы неплохо, если бы, например, учащиеся начальной школы, первые и четвертые классы, имели один отречительный элемент школьной формы. Вторая ступень, пятый, девятый класс, второй. А третьи ребята, десятый, девятый класс, свой третий отречительный элемент. И тогда бы эти ребята, которые помладше, смотрели бы на тех старшеклассников и говорили, я тоже хочу быть, я стремлюсь к этому, и это пошел вот старшеклассник. Но хотел бы сказать, что 100% всех школ в нашей стране уже определилось с элементом школьной формы. И хотел бы тоже развеять миф о том, что синий цвет, он абсолютно для всех школ, и жилетка — это самый популярный. Жилетка находится на четвертом-пятом месте по популярности, по выбранному элементу в нашей стране. Наиболее популярный элемент — это рубашка белого цвета, никто не возбраняет. Еще очень популярный элемент — это галстук с эмблемой нанесенной. Но мы тоже прекрасно понимаем, галстук на майку не оденешь. И сверху ты тоже как бы уже оденешь не байку, но, по крайней мере, или пиджак, либо еще какой-то другой элемент школьной формы. Поэтому и синий цвет тоже абсолютно не самый популярный, как раз таки оказался. Мне кажется, что как раз таки результаты выбора каждой школы показали, что каждый тот элемент школьной формы, который мы предлагали, он набрал порядка 10-12%. То есть это говорит о том, что разнообразие будет огромное, и оно сегодня есть. Самое главное, чтобы все как-то, не знаю, успокоились. По поводу возврата в советское прошлое. В советское прошлое никто не вернется. Да. Но каждый родитель должен понять, что школа — это храм учебы, и там есть порядок. А порядок и правила должны выполняться всеми. Поэтому есть государственный школьный стандарт, который разработан по поручению главы государства. Там четко, ясно регламентированы права и обязанности всех — и учителей, и родителей, и учащихся. Он размещен на сайтах всех школ, на сайте Министерства образования. Я просто настоятельно рекомендую каждому родителю заглянуть и посчитать, и узнать, какие, оказывается, и у родителей есть обязанности, а не только у учителей, и не только права у их детей, учащихся. Вот об обязанностях родителей мне хотелось бы подробно, потому что очень часто, опять же, слышишь мнение, что школа должна все делать с моим ребенком, а моя задача — накормить, а у тебя дети отправить туда, да? Ну и принять потом. Каждый прекрасно понимает, что за воспитание ребенка отвечают в первую очередь два института — это семья и школа. И в этой связи здесь мы, наоборот, работаем в том направлении, чтобы больше внимания родителей, семьи было к своим детям. Именно поэтому мы реализуем такой проект как родительский университет, где в рамках, в том числе, шестого школьного дня могут собраться и родители, и школьники, и их дети, где-то поиграть вместе в какую-то спортивную игру, футбол, волейбол, где-то вместе выехать в какие-то памятные места, на Курган Славы, в Хатынь, другие. А где-то, может быть, просто посидеть за одним столом и обсудить те насущные вопросы, которые их волнуют в рамках и образовательного, и воспитательного процесса. Сегодня мы очень хотим, чтобы родители как можно чаще приходили в школу и обсуждали и со своими детьми, и с учителями все те вопросы, которые имеются. И в этой связи, конечно, мне кажется, тогда будет консенсус и родителей, и учителей, и школы. Помните, как-то была очень такая тема домашних заданий, что, мол, их много, дети устают очень сильно. Хотя, я не знаю, я помню себя, я домашку делал на перемен, как всегда. И ее было гораздо больше, чем сейчас задают, я уверен. Но мы как-то успевали. А сейчас как-то, оказывается, многое тяжело. Ее стало меньше, ее станет меньше, ее будет больше. В настоящее время домашнего задания и ни много, ни мало. Его достаточно для того, чтобы, с одной стороны, повторить тот материал, который был пройден на уроке, а, с другой стороны, при необходимости, решить задачи повыше на уровне, если ребенок готовится к Олимпиаде, либо к какому-то конкурсу. И здесь без внеурочной работы, без домашнего задания просто невозможно. Но я хотел бы подчеркнуть одну вещь. Учеба — это труд. И может быть более тяжелый, чем какой-либо другой. Поэтому каждый учащийся, каждый родитель должен это осознавать. Что школьные годы — это не просто бездумно проведенное время хождения в школу, а это серьезный труд, который закладывает фундамент и основу всей последующей жизни. А сегодня у нас парадигма. Не образование на всю жизнь, а образование через всю жизнь. И от того, каким выйдет у нас школьник, школьная парта во взрослую жизнь, зависит, насколько он сможет потом повышать свою квалификацию, получать новые профессии, получать новые знания. Потому что образовательные стандарты сегодня меняются. Если раньше это было 15-20 лет, сегодня каждые 5 лет к одной и той же профессии требования просто меняются. И в этой связи я хотел бы тоже привести такую цифру, что, например, образовательные программы высшего образования ежегодно претерпевают изменения на 10-12%. Каждый год 10-12% образовательных программ изменяется. Это диктует время. Важно. Семья, школа. Очень важный, на мой взгляд, момент, который должен, но он есть, я знаю, присутствует в школьных программах, вообще в системе школьного образования, не только школьного, патриотического воспитания. Сама формулировка, она, может быть, опять же, кого-то отсылает туда, к Советскому Союзу, но вот как раз события последнего времени показывают, что это очень важно, это безумно важно, с какими взглядами, не то что выйдет, а какие взгляды формируются у молодого человека в школе, в институте. Чем сложна тема, что здесь важно не перегнуть палку, не вызвать отторжение, тем более, что у молодых людей, а это все нигилисты, сплошь. Как работает, во-первых, система, насколько эффективна, по вашей оценке, и что, может быть, в ней стоит подправиться? Ну, знаете, я хотел бы просто привести, допустим, один из таких индикаторов. Ну, кто такой человек, кто такой патриот? Тот человек, который хочет жить в своей стране, который уважает свою страну, который хочет учиться в своей стране. Так вот, даже эта вступительная кампания показала, что, в общем-то, практически все наши медалисты в нашей стране, их было порядка 4200, пришли в наши вузы. Они не поехали ни на Запад, ни на Восток. И все наши победители республиканских олимпиад практически в полном составе. Если раньше мы говорили о том, что порядка каждый третий олимпиадник, он выбирает учебу за границей, будь то в России, либо в Европе, сегодня мы практически на 90% всех олимпиадников увидели в наших университетах. И мне кажется, что это очень мощный, серьезный показатель, то, что мы движемся в нужном направлении, потому что наши молодые люди выбирают в наше учреждение высшего образования. И, безусловно, я уверен, что они после этого останутся, жизнь работают в нашей стране. Поэтому здесь надо разговаривать с молодежью, потому что молодежь сегодня, она слышит, но она требует разговора с ними. Сегодня мало сказать о том, что надо делать как-то и не иначе. Надо объяснить, достучаться не только до разума, но до сердца, до души каждого молодого человека. И мне кажется, что здесь как раз-таки педагог должен быть неравнодушным. Каждый учитель, он является не просто учителем, предметником, либо учителем начальных классов. Это, в первую очередь, тот человек, наставник, который является проводником любви к родине, вот этого самого патриотизма. И мы должны работать целенаправленно на то, чтобы в нашей системе образования были именно такие люди. И здесь, без родителей, без помощи родителей, нам будет очень тяжело продвинуться. Я прекрасно понимаю, если мы сегодня в школе, учитель, заходя в класс, рассказывает о том, какие замечательные возможности, какая у нас страна, какие государства создают условия для нашей молодежи, и ученик это слушает. Но, приходя домой, папа с мамой махнули рукой и сказали, это все ерунда, как потом этому учителю опять достучаться до школьника. Поэтому, здесь, это, конечно, совместная работа и семьи, и школы. Ваш старший сын, у вас их четверо, пойдет в первый класс в этом году. Вы, как отец, какие неожиданные, возможно, для себя стороны жизни открыли в процессе подготовки? Абсолютно никаких неожиданностей. Чем проще относишься к этому процессу, тем проще все получается. У нас 115 тысяч первоклассников садится за парту в этом году, и сын министра образования абсолютно ничем не отличается от других школьников, других первоклассников, которые идут. Он точно так же оденет единый элемент школьной формы, к слову говоря, это будет галстук с эмблемой, очень красивый, который ему нравится. Он точно так же будет выполнять все необходимые правила. Это домашнее задание, поведение, это сдача мобильных телефонов, соответствующим образом специальные боксы. Поэтому мне кажется, что все абсолютно нормально. Сегодня собрать ребенка в школу немногим сложнее, чем детский садик. Есть точно такой же перечень необходимых канцелярских товаров, вспомогательных материалов, которые нужны для образовательного процесса. Точно так же надо привести в опрятный, надлежащий вид своего ребенка. Поэтому мне кажется, что абсолютно нормальный, спокойный процесс. А в современных условиях, когда сейчас многие вещи можно спокойно заказать через интернет, абсолютно не обязательно идти на ярмарку, на школьный базар. Тебе все привезут домой с доставкой, и это будет не дороже, чем выходить в магазин. То мне кажется, жизнь родителей существенно-существенно облегчилась, чем это было раньше, даже в то время, когда мои родители меня собирали в школу. Спасибо вам за этот разговор. Удачи вам, вашему ребенку в первом классе. Ну и вам, как родителю. Не как министр образования сейчас, потому что все равно это будет новый опыт для вас, будет интересно, я уверен. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!